Здравствуйте, дорогие телезрители! Это программа «Дорога к храму». Недавно был День памяти преподобного Пахомия Великого. Этот человек стоит в одном ряду с Антонием Великим, Макарием Великим, египетскими отшельниками Великими, которые жили в III-IV веке в Египте. Так вот, читая житие этого святого, поражаешься, сколько можно нам, современникам, взять из этого жития. Да и вообще, житийную литературу читать современным христианам очень полезно, поскольку эти яркие образы, эта искренность, она полиняет наше сердце. И вот два момента из его жития я бы хотел привести сегодня, как пример нам. Один момент, когда юноша вырос, а он рос в языческой семье, но в его семье за нравственностью следили очень строго. Хотя, казалось бы, язычники, но тем не менее, детей они воспитывали довольно-таки правильно. И вот в 20 лет он был призван на службу в армии. Это было около 315-м году. Императором был Константин, и вот каждый юноша, он был обязан участвовать в военных походах. И вот в 20 лет, когда его призвали, всех новобранцев расквартировали в одной тюрьме. Ну и переставили к ним стражу, наверное, для порядка. И вот, как описывается в его житии, в эту темницу пришла группа христиан местных, которые пришли с запасами пищи, кормили воинов, усердно им служили. Когда юноша узнал, что эти люди так поступают ради своего Бога, исполняя его заповедь о любви к ближнему, это глубоко запало в его чистую душу. И Пахомий дал обещание сделаться христианином. Вернувшись из войска после победы, Пахомий принял святое крещение, поселился в уединенном селении и сразу стал вести подвижническую жизнь. Но впоследствии он пошел к очень опытному духовному наставнику и вел очень строгую духовную жизнь. И вот нам, сегодняшним христианам, конечно же, такие примеры нужно впитывать. И понимать, что раньше христианство завоевывало всех своей любовью и искренностью. И нам, современникам, это трудно понять, поскольку для многих людей сегодня вера сводится к каким-то внешним вещам. Мы как-то обозначаем, что мы христиане, мы и ходим в храм, и духовенство это касается. Но тем не менее мы недостаточно искренни. И, конечно же, как говорят тут, народ не обманешь. Сердце человеческое, оно чуткое, когда есть какое-то лукоастство. И так как сегодня все это очень сильно распространено, христианство, оно не является такой силой, которую бы хотелось видеть, чтобы люди прямо удивлялись, ой, а кто это, а как твоя вера? А это христианин. Конечно же, подобные добрые дела никто не призывает сегодня делать. Многие люди, они не готовы сегодня пойти в больницу, безвозмездно служить кому-то, или идти в тюрьму, вытаскивать кого-то из порочной жизни. К таким подвигам мы не готовы. Но тем не менее у людей есть желание служить Богу, помогать ближнему. И добрые дела нужно делать. Так вот я хотел бы нашим телезрителям, нашей аудитории дать такой маленький совет. Если и надумаете когда-то делать доброе дело, то лучше убивать сразу двух зайцев, поскольку вот наша церковь, она особо нуждается сегодня в людской помощи. И это не обязательно помощь только материальная, духовная поддержка, то есть показывает настоящую христианскую искренность и заботу. И вот мой совет заключается в следующем. Довольно часто в наше время священники посещают различные учебные заведения, или школы, или студентов посещают. И вот, к сожалению, нет возможности взять с собой какую-то литературу. Берёшь с собой, но этого недостаточно на то количество людей, которые священник посещает. И вот я думаю, многие люди понимают, что детям мы сегодня обязательно должны дать нравственное воспитание. Мы должны им дать духовность. Мы должны посеять у них семена патриотизма, любви к Отечеству. То есть военно-патриотическая деятельность должна проводиться. Если вы захотите в этом поучаствовать, то, я думаю, со знакомым священником поговорив или познакомившись, вы можете батюшке в этом помочь. Я думаю, священник никогда не откажется. Потому что у части людей, я уверен, может быть, есть какое-то недоверие. Вот там дашь денежку или кинешь в кружку, неизвестно, куда оно пойдёт. А если это сделать абсолютно прозрачно и чисто, сам человек даже может заказать духовную литературу. Лучше посоветоваться со священником, поскольку мы уже набили на этом руку и знаем, какой аудитории лучше, какая пища духовная подойдёт. И когда с молодёжью встречаешься, у них пока ещё громадное доверие к церкви и к священникам. Когда им дашь какую-то книжку, когда им дашь какой-то диск, фильмы, вы знаете, это те семена, которые падают на очень благодатную почву. И вот подобно тому, как будущий подвижник в 20 лет увидел искренних христиан и дал обещание «я буду христианином», то мы видим, какую пользу в дальнейшем принёс этот великий человек. Вот за ним в пустыню впоследствии пошло 7 тысяч человек. Пришлось строить 7 тысяч монастырей, и эти люди были искренними. То есть они молились за мир. Это настоящая жертва Богу. Так что, если надумаете когда-то делать доброе дело, то убивайте сразу двух зайцев. Помогайте священникам в этом. Потому что церковь — это как раз и переводится как «собрание», это общество людей. Если вы ещё на пути к такому полному воцерковлению, то, я думаю, на этой позиции добрых дел, сеять семена среди нашей молодёжи, я думаю, многие будут со мной солидарны. И вот ещё один эпизод из жизни этого святого. Один из иноков, который был под руководством Пахомия Великого, очень стремился к подвигу мученичества. Ну вот так он стремился к этому, наверное, и искры с глаз сыпались. Но преподобный отвращал от этих стремлений и наставлял его безмолвно исполнять монашеское послушание, укращая себя в гордость и приучаясь к смирению. Но однако инок не послушал наставника и ушёл из обители, после чего подвергся нападению разбойников, которые под страхом смерти принудили его принести жертву языческим богам. В полном отчаянии инок вернулся в обитель, и преподобный велел ему усиленно молиться днём и ночью, соблюдать строгий пост и жить в полном молчании. Инок последовал наставлению преподобного, и это спасло его душу от отчаяния. Из этого примера тоже можно извлечь громадную духовную пользу, поскольку часто люди и хотят что-то совершить, но часто это бывает или в эйфории, или в неправильном духовном устроении. И, конечно же, такой подвиг и не получается до конца совершить. Я вспоминаю 90-е годы, когда были засилия сект, и многие люди поддались на уговоры ложных проповедников, лжехристов, сектантов. И люди искренне продавали всё, что имели. Отдавали жильё, квартиры, уезжали куда-то. Но потом какое страшное разочарование их ждало. И, наверное, всё-таки Хоми Великий был прав, когда этого инока говорил, что ты гордость себе увидь, ты приучайся к смирению, потому что пока человек не познает себя глубоко, никаких таких великих подвигов и предпринимать не надо. Вот когда вспоминалась память этого святого, в церкви было выбрано место из Евангелия, которое точь-точь подходит к этому житию. И вот если мы послушаем слова Господа, который говорит земными словами о вещах глубоко духовных. Вот выбран отрывок из Евангелия от Луки, это конец 14 главы. Господь говорит, кто не несёт креста своего и идёт за Мной, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он что нужно для совершения её? Дабы, когда положит основание и невозможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним. Вполне земной образ. Мы, когда собираемся какое-то дело предпринять, мы смотрим, располагаем своими средствами, а сможем ли мы это дело завершить. Но уж тем более, когда мы подходим к вещам духовным, человеку тем более нужно соизмерять свои духовные силы. А так получается, что Лукавый закрывает наши очи, и нам кажется, мы сможем это дело совершить. И люди квартиры продавали, куда-то ехали, а потом оказывалось, что это искушение, которое, говорят, приходит справа. И ещё один образ Господь даёт. Если какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силён ли он с десятью тысячами, противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе пока тот ещё далеко, он пошлёт к нему посольство просить о мире. Вот относительно духовной жизни это тоже христианин, который хочет искренне подвязаться духовно, ведь он объявляет войну самому князю мира сего, дьяволу. Если человек ещё глубоко себя не познал или у него нет опытнейших духовных руководителей, то такой человек может быть обречён на поражение, на раны, которые он получит от лукавого. Всего вам доброго, дорогие телезрители. До новых встреч!